Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова лидера КНДР Ким Чен Ына, который заявил, что на его столе находится ядерная кнопка и что северокорейские ракеты способны поразить всю территорию США. Трамп написал в Твиттере, пожалуйста, кто-нибудь из его истощенной и голодающей страны скажите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, причем она гораздо больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает. Майк Пенс, вице-президент США и президент Сената США, принял присягу двух новых сенаторов. Демократ Даг Джонс выиграл специальные выборы в Алабаме. Демократ Тина Смит заменила Элла Фрэнкина, которая ушла в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах. В результате республиканцы имеют лишь незначительное большинство в Сенате. У них 51 голос, у демократов 49. Бывший главный стратег Белого дома Стив Беннон назвал состоявшуюся в июне 2016 года встречу Дональда Трампа-младшего и других приближенных его отца с представителями России предательским и непатриотичным поступком. Эта встреча попала в поле зрения федерального расследования о возможном сговоре между штабом Трампа и Россией. Об этом рассказывается в новой книге Майкла Волфа «Огонь и ярость. Белый дом при Трампе», отрывки из которой были предоставлены СМИ. Дональд Трамп и Белый дом заявили, что откровения Беннона не имеют никакого отношения к реальности.